Привет, ребята! С вами снова Наташка, и вы смотрите четвертую серию Let's Play Sims 3 Райские Острова. И эта серия вещает вам много чего интересного, потому что я собираюсь много чего сделать нового и... короче, много планов. Да, и сейчас 23 часа вечера, наша Сима отдыхает, играет активная музыка, боже мой, как Элвин может спать. При этой музыке. Ну хорошо, пускай играет, а подождите, а вот Эва, она занимается плаванием, и уже решила закончить плавать. Да, я вижу, у тебя плохое состояние, давайте мы ее покормим и уложим спать, да, пообедать, и спать она пойдет, наверное, вот сюда. Здесь есть кровать, все нормально. Тони тоже спит в кроличьей норе, или как это назвать, короче. Хорошо, давайте перемотаем, дождемся утра, потому что завтра много дела. Во-первых, Тони пойдет спасать. Опять, надеюсь, там будут утопающие, потому что в прошлый раз, когда мы первый раз пошли спасать, вообще не было никого, кто тонул. И я надеюсь, на этот раз у него получится хоть кого-то спасти, потому что я хочу на это посмотреть. Эвочка, как я и обещала, она пойдет погружаться под воду, точнее пойдет. Она поплывет, погружаться под воду. Да, я, наверное, погружусь в скалистом рифе. Как он там называется? Точно, я не помню, сейчас мы найдем то место, где мы можем погружаться. У нас, кстати, мы еще уровень не подняли до третьего. Эх, чуть-чуть осталось. Она уже устала. Так, здесь мы пока не можем. Джамчужная бездна, вообще там какой-то уровень нужен высокий. Так, это что? Сундук Дэви Джонса. Кстати, очень напоминает название из Пирата Карибского моря. Точно, мне в комментариях написали, и я подумала, да, действительно. Так, русалочный грот тоже пока не можем, но вот значит, вот где-то вот здесь. Вот как раз у нас тут дом. Я думаю, мы достаточно долго в нашем доме пока не будем жить. Будем жить в нашем отеле. Ну, может быть, некоторые будут и в доме. Вот, скалистый риф. Вот сюда мы пойдем погружаться. Но только после того, как она поднимет навык до третьего уровня. Я думаю, она вместе с Тони отправится на пляж поплавать немножко, и ближе к концу серии мы погрузимся. А в начале серии я хочу немножко поухаживать за нашим курортом. И вообще, я хочу, чтобы Тони исполнял задания, которые нам дали в прошлой серии насчет Старик и Тайный остров. Но я не знаю насчет, будет у него времени на это, я не знаю. Ему еще надо повысить навык спортивный. Он же работает до шести часов вечера, и это очень сложно. Но я думаю, мы все успеем. Итак, давайте примотаем, не будем ждать. Тони сейчас спит, потом будет танцевать. Я хочу повысить досуг до работы. Вот, Эвочка тоже пошла спать. Подожди, Эва, я тебе сказала спать. Почему ты не можешь... А тебе не войти, что ли? Ты можешь сюда войти? Я уверена, что ты можешь это сделать. Давай. Ага, понятно. Хорошо, тогда отправляйся сюда, где и Тони. Видимо, нам нужен ключ какой-то от двери, да? Это типа люкс комната. Люкс. Тут какая-то дверь должна быть. О, настроить замок для вип-двери. Что тут еще есть? Управление курортом. Для вип-двери. Добавить новый замок для вип-комнаты. Удалить существующий замок. Ага, вот. Вот почему, наверное, Эва не могла войти в эту комнату. Да, ребята, вы говорили мне, чтобы поднять бюджет в семьи, можно продать вот эти... Вот эту сухую траву, которая у нас тут на участке. Она вообще сколько? Да, она 0,7 миллионов стоит. Я думаю, ее продавать... Не знаю, портит ли он наш курорт, это ежевика. Или как она там? Ежевика? Какая-то сушеная ежевика. Не знаю, влияет ли эта сухая трава отрицательно на наш курорт или нет. Или наоборот положительно. Ну, в общем, она стоит 0,7 миллионов, поэтому пока сейчас я ничего продавать не буду. Я думаю, завтра утром мы получим нашу прибыль с этого курорта, потому что все-таки она должна быть по-любому. По-моему, 198 рублей мы должны получить утром. Давайте ждем. А Келвин, это кто у нас? Это не Келвин, это... А, Тони! Ты проснулся? А я же тебе сказала танцевать. А ты можешь упражняться? А, тут музыка вырубилась. Конечно. Ну и как нам повысить досуг? Можешь поплавать? Тони, пожалуйста, поплавай просто. И все. Не знаю, досуг не будет повышаться от этого, но зато он будет как бы немножко улучшать свое плавание. Все-таки он же спасатель. У нас, кстати, хоть мы никого не спасли, когда-то, по-моему, в позапрошлой серии, да, что, по-моему, в позапрошлой серии мы никого не спасли, но у нас, смотрите, профессиональный опыт достаточно хорош. Это все из-за того, что мы повышаем спортивный навык. А ты когда плаваешь, ты повышаешь спортивный? Да, повышает. Отлично, мы можем скоро выполнить задание вот это. Тогда плавай до работы. О, ты хочешь нырять с маской в океане. Да, ты этим не занимался вообще. Ну, давайте он сначала, пускай, поплавает, а потом мы, когда в свободное время, будем заниматься нырянием с маской. Как там дела? Так, ты пошел поспать, да, Келвин? Ну все, тебя ждет новый день сегодня. Я не знаю, мы можем поменять вид одежды у нашего персонала, как бы так говорится, вроде. Спросить о местах для покружения с аквалангом, спросить о приключении. Ну, Тоня это уже сделала, думаю, не надо нам второй раз сделать. Выбрать униформу для сотрудника приемной. Официальный костюм, пляжная одежда, испанский, эко-модерна. Слушайте, ну мне нравится ее платье, но я думаю, все-таки давайте мы изменим. Пляжная одежда. О, мне нравится другое. То платьишко было лучше. О, вот Папа и Мамай приносят нам 198 симолеонов. Ес, бэйби, теперь мы можем оплатить счета. Наконец-то, наконец-то. Ну, знаете что, нам пока об этом не просят. Если будет какое-то критическое состояние насчет оплаты счетов, то тут вылезет нам оповещение об этом. Переоденьтесь, пожалуйста, назад. Ой, что-то мне не нравится. Давайте еще пляж. А, пляж я, по-моему, это делала. А, нет, я пляжную одежду делала. Подожди, хватит там рыться в компьютере. Давай, переодевайся. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Вот что ты вообще оденешь? Ну вот платье мне больше нравится. Выбрать... Ага. Сделать... Создать на заказ униформу для работника приемной. Вау. Вау. Сейчас мы тебя так разоденем, что вообще все ахнут. Давайте посмотрим. Какой же притесончик мы... Это жутко, я не знаю. Я хочу какую-нибудь шляпку. Я хочу цветочки эти. Точно. Которые новые у нас тут. Это очень красиво, мне кажется. Ну же. Нет. Вот на они не смотрятся, честно. Может, шляпку какую-нибудь сделаем? Тоже не нравится. Наверное, все-таки какие-нибудь распущенные волосы. Нет. Боже мой, на тебя какие-то прически странно смотрятся. Я не знаю. Ладно, давайте эту оставим. Макияж. Вот тебе макияжа не хватает. Точно. Почему ты не красишься? Боже мой, это жутко. Понятно, почему ты не красишься. Ладно. Я не буду сейчас насчет макияжа запариваться. Без макияжа тоже гораздо лучше. Итак, что это у нас карьера? Что мы можем... Как мы ее можем одеть? Может быть, какое-нибудь красивое платье? Которое мне... Вот это тоже классное. Ничего такое... Ну, это не похоже на персонал. Давайте выберем что-нибудь из юбки и штанишек. Так, юбочку выберем, может быть, какую-нибудь такую. Или можно белую выбрать. Да, белую тебе лучше пойдет. Дальше. Я бы хотела какую-нибудь ажурную кофточку. Но тоже на персонал не походит. Платье лучше смотрелось. Сейчас посмотрим, ребята. Сейчас посмотрим. Я не знаю, слушайте. Давайте так оставим. В крайнем случае, мы еще раз поменять сможем. Потом еще что-нибудь придумаем. Вообще, мы можем мужика нанять, а не тетку. Да. Так, нанять нового сотрудника в приемную. Вот, видите. Ну, в принципе, она милашкой стала, мне кажется. Гостей будут точно от ее вида. Поцелуйчики посылать. Я не знаю, что это за действие сейчас только что было. То ли она поцелуйчики посылает. Я вообще не могу понять. Интересно. Вот что она делает? Вот дышит на руку и все. Понятно. Управление курортом. Келлин, может быть, ты займешься чем-нибудь? Давай, тут есть зеркало. Тут есть зеркало. Давай ты будешь репетировать речь. Он хочет повысить обаяние, навык. Посидеть занятия по навыку. Нет. Вот. Как там Тони? Тони, тебе когда на работу? Тебе вообще надо скоро на работу? Через два часа. А он тут загорает. Зонтик поставил, да? Эвочка спит до сих пор. Да, она устала. Она позже всех легла спать. Так что ладно. Тони, можно тебя попросить поплавать? О, не беспокойся. Нет. Плавай, пожалуйста. Займись делом. Хватит расслабляться. Все-таки работа. Да. Итак, что мы тут можем еще в управлении курортом сделать? Улучшить курорт. Режим работы с чертежами. Режим покупки. Режим строительства. У нас вообще сейчас... А, 212 миллионов. Я не думаю, что нам надо пока сейчас сюда заходить. Давайте попозже мы сюда зайдем. Отзывы все-таки не изменили. Ого, стало еще хуже. Ну же. Ну что же, а? Что нам не хватает? Озиатская кухня. Да. Суши-бар. Мы можем поставить суши. Не думаю, что таракан. Мы получили именно тот отдых, который рассчитывали получить за эту цену. Мне писали в комментариях, чтобы лучше, чтобы было больше посетителей, можно просто цену увеличить. Финансы курорта. Сейчас задать стоимость. Сделать умеренно. Я не знаю. Мне сказали, что так больше будет народу. Но посмотрим. Сейчас вообще народу нету. Что за фигня? Давайте мы сделаем так. Во-первых, стенки изменим на другое положение. Во-вторых, мы изменим пищу на лучшее качество. Пускай... О, вот и попросили нам оплатить счета. Высокое качество. Пускай будет высокое, я надеюсь. И там кто-то жалуется, что они хотят. Суши-бар. Хорошо. Я сделаю суши вам. Да. Вот сколько тут суши. Объедитесь полностью. Как там наши сотрудники? И вообще надо изменить вид этого курорта. Знаете что? Вы говорили, чтобы я продала эту старую ванну. Давайте продадим. Что у нас тут еще можно продать? Все как это старое противное. Фу. Надо накопить деньги где-то в другом месте, мне кажется. Ух ты. О, красота-то какая. Ну, красиво, честно. Красивый у нас тут пляж. Вау. Тоже за 0,7 миллионов. Знаете что? Давайте Келвин будет ловить рыбу. Да. Рыбой тоже можно хорошо заработать. И вообще можно находить какие-нибудь камушки. Как там Эва? Она спит? До сих пор спит. Да что ж такое? Тони. Тебе на работу нужно? Нет? Что так долгое время идет? Давайте перемотаем. Пока. И Тони отправится на работу. Давай, давай, давай. У тебя профессиональный опыт на работе. Все. Выполнить работу. Где у нас эта работа? Покажись. Покажись. Вот тут вот пляж. Это не тот пляж или он другой? Это другой уже пляж. Не на том, в котором мы были. Это какой-то мужичок что-то делает. Что это такое? Ой, это как он фокусник что ли? Как же мило. Развлекается тут перед кем-то, не пойми кем. Тут вообще нету никого. Надеюсь, на этот раз у нас будет кого спасать. Что же у нас тут пляжи, что ли, непопулярные? Я не знаю. Все как-то тихо и... Как будто бы людей в городе нету. Обычно, знаете, в реале пляжи вообще заняты настолько, что даже не найти места. Что это за звездочка такая? Ага, спросите об острове и убежище. Нет, у нас сейчас работа, мы потом сделаем это вечером. Тони, пожалуйста, работай. Я надеюсь, у тебя тут кто-нибудь появится, кто будет тонуть. Надеюсь, этот фокусник пойдет плавать, я не знаю. Эва, ты проснулась? Все, да, она уже отдыхает на пляже. Давайте, она поплавает с маской. Дойдет до третьего уровня. И, может быть, мы пойдем опустимся с аквалангом. Да, раз уж так у Тони нашего нету работы практически никакой, пожалуйста, я надеюсь, она появится. Я хочу посмотреть, как ты будешь спасать. Тут один фокусник только, и все. Так, кто-то тут едет. О, кто же это пришел к нам? Дядюшка! Ты что собираешься делать? Расскажи мне. В кусты куда-то залез. Ты куда пошел? Да, видимо, он по своим делам пошел. Отлично. Просто здорово. А почему нас посылают именно на этот пляж? А не на какой другой? Например, на какой-нибудь... Вот сюда. Нет, тут нету пляжа. Какой-нибудь другой пляж. Вот сюда, например. А вдруг здесь тонущие есть люди? Нету. Я вижу, что нету. Какая-то вигня просто. Хорошо. Келвин, ты как там? Ты повышаешь навык? Давай ты повысишь до конца, а потом займешься чем-то другим. Поздравляем! Эва улучшает навык погружения до третьего уровня. Все, я решительно настаиваю. Эвочка, отправляйся на скалистый риф, и мы будем сейчас погружаться под воду. Давно вы, наверное, этого ждали? Уже как четыре серии, наверное, нет, три. Где у нас скалистый риф? Вот так вот. Давай. Тут какой-то поплавок, что ли, или не показалось? Вот, да, поплавок. Эвочка, отправляйся сюда и погружайся с аквалангом. Надеюсь, все будет хорошо. Я думаю, все будет хорошо, потому что это самый начальный уровень, самое начальное место, где можно погружаться со второго уровня навыка погружения. Но я решила с третьего, чтобы уж точно, явно, наша эвочка была хотя бы полупрофессионалом. Да. И, кстати, я не знаю, я надеюсь, когда мы будем погружаться с аквалангом, наш навык будет подниматься быстрее. Потому что, честно, вот этот, вот эта скорость, которая сейчас, она очень долгая. Вот я вот сейчас на четвертой серии только дошла до третьего уровня. Хотя, да, слишком как-то долго поднимается этот навык. Кстати, а почему у вас не исполнилось желание? Вы же делали это в прошлой серии. А, у Келвина исполнилось. А у тебя, видите ли, не исполнилось. Хорошо, мы уберем и выберем другое. Найти ракушку. Найти ракушку. Хорошо, давайте мы найдем ракушку. Келвин занимается делом. Тони, ну что ж такое-то? Вообще некого спасать. Ладно, уж сейчас за эвочкой порасследим. Покажи нам этот скалистый риф. Долго ждать, Эва. М? Переоделась. Прямо в воде. Как это удивительно. О-хо-хо, здорово. Боже мой, красотенюшка. Тут какие-то рыбки плавают. А мы можем ее поймать? Эта рыба застряла в земле. Странно. Вау. Медуза, медуза. Поймать. Это что? Поймать. Хе-хе. Здорово. Слушайте, ребят, я просто в таком балдеже здесь нахожусь. Это круто. Это так великолепно. На это смотреть. Тут должны быть какие-нибудь сокровища. Я не знаю. Может быть, какие-нибудь сундуки. Или здесь нету сундуков. Наверное, все-таки ловят медузу. Стоимостью 15 миллионов. Отлично. Я не знаю, что мы здесь еще... О, водоросли одни. Я вообще ничего не вижу. Так. Осмотреть. А мы можем, осматривая что-либо, находить что-либо? Нет? Ну, сейчас проверим. Сейчас проверим. Одни камни. Точно, скалистый риф. Одни скалы и камни. Обычный экземпляр. Хорошо, 15 миллионов. Нам не помешает обязательно. У-у-у, здорово. У меня голова кружится от этого всего. И я что-то не очень хорошо все вижу. Потому что здесь вода. Я хочу как-то... Это что у нас? Якорь? Осмотреть. Что-то... Тут акул, надеюсь, нету. Здесь очень много водорослей. Интересно, как выглядят остальные места для погружений. Эвочка, покажи, как ты плаваешь. Я же ты на это не смотрела. Ну, медленно, спокойно, уверенно. Плывем к своей цели. Отлично. Ой, а что там? Там какая-то пещерка, нет? Нет. Есть тут какие-нибудь пещерки? Хм-хм-хм. Давайте. Найдем пещерку. Вау! Кораблик, можно тебя осмотреть? Тут можно найти какую-нибудь, наверное, вещь. Акула? Акула, пожалуйста, не подходи к моей Эве. Пожалуйста. Она не в форме. А у нее нет спортивного навыка. Я не знаю. Ой, здесь все в порядке будет. Она сейчас уплывет, я уверена. Давайте проследим за ней. Акулочка. И не надо трогать ее. С Эвой все будет в порядке. Все будет в порядке. Такой звук. Прислушайтесь, как она дышит. Вообще. Класс. Здорово, здорово. Что-нибудь здесь можно найти? Здесь я только рыбок половила. Медуз. Есть тут... Ой, что это? Что это такое? Исследовать! Исследовать! Иди, пожалуйста, исследуй! Какие тут красивые вообще... Чудо просто! Из чудес! Рыбки плавают. Ха! Я тоже бы хотела так окунуться. Но мне страшно. В реальной жизни. Я не знаю. Давление, наверное, очень сильно. Посмотрите, какие тут мудлеты. Давайте обратим внимание. Почитаем. Дышать легко. Дышите равномерно. Вдох и выдох. Эва приспосабливается к дыханию под водой. Погружение с аквалангом. Следующее. Подмоченный гидрокостюм. Ваш персонаж неожиданно пугается под водой. Чувствует что-то теплое. Ой. Как это мерзко. Неужели она акулу испугалась? Почему наш Тони никого не спасает? Он только осматривает и осматривает. Видимо, некого спасать. Все умеют плавать. Видите ли, блин. Я хочу что-то за желание искать работу для ныральщика в ратуше. Ты где там плаваешь-то? Че так долго? Ага, она плывет. Хорошо. Давайте же посмотрим на то, как она будет плавать. Давай, опускайся. Тебе страшно, что ли? Что ты так долго, а? Слушайте. Э. 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 Ты как-то телепортировал. О, это кто это? Видимо, у нее закончилось. Да, у нее закончилось дыхание, и поэтому она вылезла из воды. Мы не успели погрузиться. Ладно, через два часа, кстати, оно пройдет. Высокое давление. Прежде чем попытаться погрузиться еще раз, вашему персонажу нужно выровнять дыхание. Попробуйте еще раз. Хорошо, мы сейчас чуть-чуть подождем два часа. Вернемся в наш с Келлвином отель. И мы оказались на каком-то острове. Вообще чудно получилось. И еще раз потом опустимся. Видимо, ее выкинуло так, потому что она, видите ли, у нее давление. Кстати, а что там насчет ратуши? Давайте посмотрим. Ратуша. Сделать фотографию. Так, так. Архитектурным дизайнером. Загрестить. Как это? Аквала. У! Класс, 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 класс. Сейчас у нас будет больше денег с этого, потому что мы зарегистрируемся как индивидуальный предприниматель. И продавая вот эти всякие прелести со дна, у нас будет больше денег. Круто. Тони улучшает навык спорт до третий. Ты там спасал, что ли, кого-то? Спасти, спасти, спасти. Так, посмотрим, посмотрим. Наконец-то мы увидим, как тут кто-то тонет. Вы спасали, да? Да? Что? Покажи, покажи. Этот, этот, этот спас того мужика, он так спокойно исходит из воды? О! 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 Сейчас он будет делать дыхание в рот в рот. Это будет жутко. Давай. Ну, хоть кто-то утонул, не утонул, а тонул, блин. А то я думала, что ж так никого нету. Ой, какой мускулистый мальчик, ты вообще, я поражаюсь от тебя. Нет, ну это, конечно, дело, медицина, все отлично. Давай. Дитка, Рубин Ариас. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Крестик, смотрите, сверху у него такой мелькает. Вы спасли мне жизнь, благодарю. Да, пожалуйста. Требования этой карьеры. Зарабатывайте деньги, продавая ракушки, бутылки с посланиями морских существ, которые берете, будете находить во время погружения. Конечно, конечно, что же у нас тут... Да, мы теперь работаем на работе, это очень круто. Второй человек в семье, который работает на работе. Давайте мы с тобой пообщаемся, я не знаю. Похвастаться тем, что вы спасатель. Хвастаться физической формой. Говорить о безопасности на пляже. Давай, поговори с этим детком, чтобы больше не тону. А то... Такой рисунок. Не беспокойся, что это значит? Забавную историю. Ой, там какой-то малец играет. Альто. Что-то фамилия знакомая, где-то был такой уже. Везде эти Альто, я постоянно... Это кто-то бежит. Здесь у нас папарацци. Джессика Мин. А кто это у нас тут звезда? Альто, понятно, кто у нас тут звезда. Брызгается. Вы так долго болтайте. Эва, как у тебя дела? Воспроизвести видео. Хорошо, у тебя уже пропшел этот мудлет. Мы сейчас второй раз погрузимся. Что вот я хочу посмотреть? Что это значит? Эй, это какое-то интересное действие новое. Не беспокойся. Я хочу еще раз на это посмотреть. Все, хватит рассказывать историю. Давай, расскажи нам. Это, точнее, покажи нам. Еще раз. Я хочу... Что-то как-то это быстро произошло. Я даже не заметила. Шакобар... Что-то там, да, я помню. Да, новое приветствие Шакобара, что ли. Прикольно. Класс, класс, класс. Кстати, у нас работа закончилась. Это что, все? Мы спасли одного и все, что ли? Ну, хорошо, пускай Тони возвращается назад на курорт. Или же, может быть, мы отправимся в спортзал. Давайте мы отправимся в спортзал и будем там качать мышцы. А, нет-нет-нет, ребята, давайте спросим об острове. Что же я забыла про это? Эва, еще раз отправляйся в место для погружения. Что-то я... Она до сих пор в маске, что ли? Девочка, ты в ратушу заходила в маске? Нет, ты, конечно, молодец. Где русалочный грот? Это круто. Там, наверное, русалки плавают. Я хочу исследовать эту пещеру. Не успели мы это сделать. Как-то долго они плавают с этим аквалангом, но это выглядит очень красиво. Я надеюсь, те места другие, остальные три, они другие совсем по виду. Это будет очень здорово, если они другие, они такие же одинаковые. Все, Эва отправляется погружаться второй раз. А ты спросить, пожалуйста, почему ты не спрашиваешь у этого чувака? Все, он едет к нему. Что, не хочет спрашивать, что ли? Как там Келвин? Келвин играется в океане. Ну ладно, пускай играется. Кстати, у него плохое состояние питания и естественная нужда. Но мы сейчас обращаем внимание на Эву, потому что это самое интересное для меня на данный момент. Мы увидели, как наш Тони делает дыхание в рот в рот. О, посмотрите, посмотрите профессиональный опыт этого мальчика. Уже какой хороший. Кстати, у него загар. А, нет, не загор, это приятное тепло. Вы когда загоритесь, симы мои? Столько дней на солнце находитесь. На открытом воздухе до сих пор не загорели. Посмотрите. Море по колено. Аквалангист. Первая ступень в карьере. Сумма для повышения 30 миллионов. То есть нам нужно продать штучки со дна на 30 миллионов, и тогда мы повысимся. Давайте поставим паузу и найдем эту пещеру заново. Здесь как-то, смотрите, стало темнее намного из-за того, что потемнело. Уже 20 часов вечера. Итак, я нашла эту пещеру, наконец. Долго искала. Посмотрите, тут торчат какие-то ужасные щупальца. Я бы туда не залезла. И они ушли в темноту. Эва, быстрее. О, она уже почти половину подняла навык аквалангиста. Быстро. Быстро, быстро. Сейчас так и до четвертого дойдем. Давай. Давай, давай, давай. Ну. Эва Коннорс находит в пещере воздушный карман. Это что значит? Воздушный карман? Понятно. Это прикол. Так. Эва не сталкивалась с чем-то столь холодным и темным с тех пор, как в школе попала на состязание поэтов. Здесь такие странные фразы вылетают, что не все всегда можешь понять. Эва тихо проплывает мимо удивительного прекрасного косяка уродливых рыб. И смешные. Да, фразы. Кажется, Эва Коннорс находит еще один выход из пещеры, но не обладает навыками достаточными для того, чтобы это понять. Попробуйте повысить навык аквалангиста, а затем исследуйте эту пещеру еще раз. Исследуя пещеру, Эва Коннорс находит второй выход. Кроме того, Эва Коннорс находит вот что, золото. Слушайте, а второй выход, неужели это выход на какой-то необитаемый остров? А? Слушайте. Вау. Как это возможно? Нужно, чтобы твой муж повысил навык. Вот что... Это кто? Кому она плывет? Тут еще один, что ли? О, здорово, чувак, брательник. Приветствовать. Тут какой-то чувак плавает с нами. Жаль, что это не русалка. Ну, я не ожидала здесь встретить какого-нибудь жителя города. Класс, 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 класс. Вот заметьте, акулу мы видели один раз, но она на нас не напала. Слава богу, ребят. Но нашей Эве тоже надо повышать, наверное, спорт, чтобы... Если уже вдруг нападет акула, чтобы она с ней как-то сразилась и победила. Послушайте, послушайте. Как это... Они там что-то бубнят себе. А как можно это понять? Я не понимаю. У вас торгаться нырями циклалангом. Нырями. И поговорить о рыбе. Я хочу вас сфотографировать. Вы такие милые. Отлично. На память. Рыбы плавают. Боже мой, это так красиво, ребят. Но сейчас потемнело, как вы видите. И сложно что-то здесь разглядеть более лучше. Поговорить о ракушках. Они так смешно говорят, что-то там бубнят. Как они еще друг друга себя понимают? Вообще. Это кто? Как тебя зовут? Покажись. Слушайте, он похож на нашего мужа. Мэтью Манго. Ага. Манго. Это ты... Помните? Это тот чувак, который грубил кому-то? Слухи такие по городу распускались. Ну что же, они общаются, Тони смотрит. На кого ты смотришь там? На какую-то дамочку пригляделся. Какой ты дамочки. О, тут у нас вообще, посмотрите-ка. Тут у нас город, извините меня. Боже мой, талантливых людей, которые поют постоянно. А мы спросили об острове, почему мы это не можем сделать? Тони, можно за тобой проследить? Я хочу, чтобы ты настойчиво побежал спрашивать об острове. Это вообще что за чувак? Давай. Найди этого парня. И мы сейчас спросим об острове. И мне придется закончить серию, потому что я думаю, она получилась долгой. Потому что с этими нырянями это просто чудо из чудес. Ты читаешь книгу, да? Читать плюсы и минусы недвижимости на Марсе. Отличную книгу выбрал. Когда мы накопим больше денежек... И, кстати, давайте мы продадим все, что у нас в багаже. Не у нас, а у Эвы. Мы, по идее, должны повыситься таким образом. Вот 30. Да, Эва получает звание новичок в море. От совета города Исла Парадиса. За крупный вклад в развитие города. Вы начинаете привыкать к жизни в море. А ваши ноги начинают превращаться в ласты. Продолжайте нырять и исследовать. Улучшает навык погружения до 4 уровня. Слушайте, это класс. Все-таки с тем, что мы погружаемся, навык погружений улучшается гораздо быстрее. Ну что же, ты когда найдешь того мужичка, у которого ты... Он, кстати, что? Это где это он? Это он тут живет, да? О, вот он. Привет, мы тебя давно искали. Ты все где-то прятался от нас. Боишься, что ли? Нашего мускулистого Тони? Раджин Паттл. Паттл. Так. Наверное, Раджин Паттл и я должны быть более близкими друзей. Ну, блин. Я так и думала, что придется дружиться. Приветствовать дружески. Ладно, подружимся мы в следующей серии и узнаем об этом острове в следующей серии. Спасибо вам за просмотр, ребятки мои. Если вам понравилась эта серия, вы можете оценить видео, поставить палец вверх. Написать комментарий внизу под видео. И если вы не подписаны на мой канал, вы можете подписаться на него, чтобы не упустить следующей серии. Всем пока, увидимся в пятой серии, да? Следующая, по-моему, пятая серия. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok